В Омске начинается суд в отношении преступной группы, члены которой организовали производство и распространение марихуаны в промышленных масштабах. Как установило следствие, в состав УПГ входили родственники и друзья. Роль каждого участника была строго определена. В 2015 году 43-летний Амич кооперировал родственников для реализации преступного бизнеса. Семена конопли заказали по интернету из-за границы. В заброшенном производственном помещении организовали настоящую лабораторию. Растения освещали профессиональные лампы, была налажена циркуляция воздуха. Электроника следила за влажностью и температурой. В помещении создали тропический климат. Запрещенную траву подкармливали удобрениями и поливали по часам. При обыске полицейские обнаружили 712 кустов конопли и более 2 килограммов уже готовой марихуаны. Организатор преступной группы уже находится в колонии. В 2016 его осудили за другое преступление. Двое мужчин, изготовитель и распространитель были заключены под стражу. Двум женщинам избрали меру пресечения подписка о невыезде. Шестой участник УПГ заключил со следствием добровольное соглашение о сотрудничестве. На днях ему уже вынесли приговор. 7,5 лет колонии и штраф 250 тысяч рублей. Каждый из участников выполнял строго отведенную роль. Одни занимались изготовлением наркотических средств, другие распространением закладок, третьи – обналичиванием денежных средств. Для сбора доказательной базы допрошено 97 свидетелей, проведено 125 экспертиз – компьютерных, химических, дактилоскопических, бухгалтерских, фоноскопических и других. Объем уголовного дела состоял 59 томов. За культивирование наркосодержащих растений уголовный кодекс предусматривает наказание – до 8 лет лишения свободы. За сбыт наркотиков участникам грозит до 20 лет колонии. В ближайшие дни это дело рассмотрит Ленинский районный суд.